Слово для выступления представляется Георгию Ваневу от Труктистой партии Болгарии. Дорогие товарищи, позвольте мне отнимение коммунистической партии Болгарии приветствовать всех вас, участников Труктистой партии Болгарии и, прежде всего, поблагодарить нашу Газареву за гостеприимство. Современную эпоху называют эпохой октября. Справедливость этого определения доказана практикой. При всем богатстве и многообразии форм мирового революционного процесса, он развивается в русской технике странной исторической тенденции, которые открыты в Великой Октябрьской Северной Революции. Поэтому осмысление революционных событий и современности невозможно без обращения к опыту в октябре. Чем дальше от нас состоит от поведения, тем полнее обнаруживаются гигантские масштабы влияния этого знаменательного события на всем миром и развитии. В работе «Детская болезнь небезы и коммунизм» Владимир Ильич писал о международном значении Октябрьской Северной Революции в широком и узком смысле слова. По мере того, как человечество движется впредь, раскрываются все новые грани влияния Октября на вселенную историю, в обоих отмеченных Лениным смыслом. В широком смысле, то есть смысле прямого воздействия на мировой революционный процесс, октябрь дал импульс колоссальным теременам в мире, без которых невозможно себе представить новую возможность, скопившись сегодня перед рабочим классом в национально-освободительном режиме. В узком смысле, в смысле неизбежности повторения основных черт октябрьской социалистической революции в других странах, международное значение октября, также проявляется сегодня в новой селе. Надо учитывать, что именно октябрь побудил к историческому творчеству новые силы, которые прежде были лишь объектами истории и которые придали исключительное многообразие мировому революционному процессу и всему мировому развитию. Поэтому общие черты закономерности, проявившиеся в октябрьской социалистической революции, повторяются сегодня не буквально, не в качестве зеркального отражения прошлого, а в своеобразном, часто, весьма необычном виде. События, новый опыт революционной борьбы дают богатый материал для теоретического измысления величия эпохи открытия октября, более упокого проникновения в закономерности мирового революционного процесса. С одной стороны, это закономерности единые для всех этапов современной эпохи. Они связывают октябрь с нашим временем, выражают общие в грандиозном интернациональном процессе становления коммунистической цивилизации. С другой стороны, общие сэкономерности нуждаются в разместении через призму новых специфических условий. Кроме того, принципы и законы, которые появились в октябрьской исторической революции, обогащаются новыми историческими опытами. Другие выступают более глубоко вгумывать с их историческим опытом, более глубоко осмысливать его по другому зрению диалектически общего и особенного, выделить и уточнять градацию ступеней общества. Некоторые черты революционного процесса являются общими для определенных исторических этапов, другие выступают как общие закономерности для всей эпохи, хотя проявляются в разных исторических условиях по-разному. Поэтому для раскрытия диалектики общего и особенного необходим конкретный анализ конкретной ситуации. Однако такой анализ теряет всякий смысл, если не учить его семейной исторической системой координат, сожжившаяся в мире и отражающаяся экономерности классовой вековой и революции. Наша партия была основана в 1891 году Дмитрием Благородом, один из основателей первой стилистической группы Ильброссии, здесь Петербург. Вооруженная марксизма, она противостояла национальщему винили звуков Второго интернационала под влиянием Октябрьской революции. В 19-м году прошел период для иммунизации партии, она была переименована от Болгарской социал-демократической партии на Болгарской коммунистической партии. Следуя закономерности, скрытые во время Октябрьской революции, она подготовила и провела первое в мире антифашистское восстание в 1923 году. После жестокого разгрома восстания партия была объявлена вне закона, но борьба продолжалась с другими методами. Силы международного коммунистического движения нарастали. Особое значение в этот период сыграл коммунистический интернационал, созданный Ленин. В роли генерального секретаря комитетами избирались руководители нашей партии, Василий Каларов и Георгий Девитов. В годы Великой Отечественной войны Болгарское государство присоединилось после Рибберлин-Токио. На Восточном фронте правители государства фашисты не посмели отправить, однако, ни одного болгарского солдата. Под руководством партии в годы войны развернулось мощное партизанское движение. С другой стороны, с сателлитом фашистской Германии такого не случилось. Это как раз показывает силу лимонизации партии и влияние которой оказала Великая Октябрьская революция в нашей партии. О социалистической революции у нас, проективные помощи Советскому Союзу и социалистической общественности, о нас произошли огромные сдвиги в области экономики, сельского, культуры, образования. Но реальный социализм потерпел. В своей программе мы проанализировали социализм его кризиса на настоящее время. Являемся свидетелями этого нового для теории и практики коммунистического движения явления и попытки его объяснения. Самый типичный язык. Виновата прежде всего предательская роль Михаила Горбачева и его окружения. Коммунистическая партия обюрократилась и была оторвана от народа. Виновата политическая инвазия и подрывная деятельность, которой вели годами империалистические сентяги. Централизованное планирование хозяйства тормозило экономическое развитие. Портокрация сама провокировала эти процессы, защищая свои собственные интересы. Практика социализма пропустила развитие информационной революции, не сумела реализовать пост индустриального общества. Каждый новый день рождает новое предложение. Мы не можем не согласиться с этими предположениями, но в то же время нужно подчеркнуть, что ни одно из них, ни совокупность из всех не дает убедительный ответ главному вопросу. Почему пропал реальный сценарий? Риджи Эйнгельс благодаря своему гению предупреждает. Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по собой в своей сути капиталистическая машина. Государство идеальный совокупный капиталист. Чем больше производительных сил возьмет оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста, и тем больше число граждан будет оно эксплуатировано. Рабочие остаются наименными работниками, пролетарием. Капиталистические отношения не уничтожаются, а наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки. Но на этой высшей точке, говорит Эйнгельс, происходит переворот. То, что случилось с самым. Именно то, что случилось с нашими социалистическими государствами. Исходя из этого, мы считаем, что дорога будущих социалистических времен должна пройти через реальную общественную собственность из-за средств производства в условиях широко развернутого самоуправления. Это мы широко развили свои программы. Пройдя дорогу существующего нас реального социализма, переживая крак социалистической системы, сегодня мы опять сталкиваемся с проблемами теории и практики социалистической революции, изликаем уроки у Великого Октября. В этих условиях нарастает вопрос. Какие уроки мы излили из этого социализма, которого мы строили когда-то, и что мы предлагаем сегодня? Как задеть массой будящегося народа? Какие у него классовые интересы на настоящем этапе? Как объединительно править их силы на свержение языков? Сказанное на воле Томыстрово, в этих сложных временах, каковы должны быть методы и формы борьбы против капитала с нашей стороны. На первом месте мы ставим вопрос об объединении всех левых сил, как на региональном, так и на национальном, так и на международном уровне. Объединенному капиталу мы должны противостоять объединенным фронтам левых сил. В этом направлении мы в Болгарии сделали немало, но крайне недостаточно. У нас почти все его движения в настоящий момент являются объединенными. Правда, это единство пока еще мало дает. Мы убеждены, что в кратчайшей глушке мы сумеем создать единый фронт, способный эффективно бороться за интересы и рабочие образцы. На втором месте изменение в классовой структуре нашего общества благодаря развитию новой технологии породил и новый класс, который реализуется в разных секторах народного хозяйства. Как уже было подчеркнуто, физический труд занимает все меньшую долю производства продуктов потребления. Мы по-другому должны проанализировать, какие интересы этих новых слоев, появившихся в производственном труде. Объективно обучение труда набирает новую высоту, что является самой главной, как предпосылки для будущих коммунистических изменений общества. На следующем месте глобальным разработчикам капитала мы должны противопоставить нашу общую коммунистическую теорию, марксизм 21 века, которая может быть разработана только усилиями всех присутствующих в этом зале. Это не по силам, не по клюшкам. Нужно вскрыть диалетику современного революционного процесса, нужно, сохраняя ленинские принципы партийного строительства, отстранить всех возможностей появления в нашем движении Новая Хрущева и Горбачева. Нужно четко и ясно объявить пред всему миру, как будет выглядеть общество на современном этапе, за которым мы боремся и так. С таким призывом мы обращались на всех совещаниях типа сегодняшнего, уже более 25 лет. Великая Октябрьская революция и отнотравляющая силы жива и на сегодняшний день убеждены, что будущее принадлежит освобожденному делу капитала рабочему классу. Спасибо за внимание.